Дорогие друзья, здравствуйте! Мы начинаем 244 лекцию нашего цикла «Композитор Иван Соколов. Рассказы о музыке или просто о музыке. В прошлых трех лекциях я говорил о римском Корсакове, и сегодня о Листе. Мы немножко бегаем по темам, по странам, по десятилетиям. Почему мы бегаем, я еще раз объясню. Потому что, в общем, мы уже записали от Баха до наших дней, до Шостаковича, записали уже отдельно всю современную музыку. С февраля 19-го года записываем, представляете, все это. Вот. И все это, так сказать, уже постепенно переместилось в ваши компьютеры, может быть, в ваши головы отчасти. А лекции идут, понимаете? Вот. И поэтому я уже думаю, вот, например, о Шумане, ну вот хоть убей, убивать не надо. Ничего не получается. Не знаю, почему. Ну вот композитор не мой. Бетховен был глухой, а Шуман не мой. Не мой композитор, понимаете? Хотя он и говорил, и писал музыку. Ну вот, ну не мой и все. Вот. А Бетховен, хотя и глухой, но тоже не совсем мой. И вот лист. Музыка Франца или Ференца Листа. Франца Листа. Я ни разу, честно говоря, не читал в консерватории, в курсе теории музыкального содержания, которую я преподаю с сентября 2005 года, то есть уже, в общем, 18-й год, я ни разу не читал полностью лекцию о Листе. Почему? Лист – такой популярный композитор среди пианистов. Он был, ну, может быть, самым или одним из самых великих пианистов 19-го века и на протяжении всего, так сказать, и всей истории фортепиано, великой истории великого фортепиано. И все пианисты до сих пор играют и заигрываются его музыкой. И у меня первый курс пианистов слушают и иногда спрашивают, у меня будет лекция о Листе? Видимо, тут причина. В чем причина? Во-первых, причина в том, что я ощущаю себя скорее композитором. А кем ощущал себя Лист? Неизвестно. Он был и композитором, и дирижером, и пианистом, и еще он был священнослужителем. Кем он ощущал себя в первую очередь? Большой вопрос. Он как бы во всем находился между, даже вот в государствах. Три страны до сих пор спорят о том, чей Лист, к какой национальной культуре принадлежит творчество Листа. Поэтому я говорю, с одной стороны, он Франц-Лист, потому что он немец и умер он в Германии, в Аймаре. С другой стороны, он Ференц-Лист, потому что он венгер, и родился он в Венгрии. А с третьей стороны, он Франсуа Лист, потому что он очень много лет, десятилетий прожил во Франции, в Париже. И вот до сих пор вот эти три культуры, ну и в Италии он тоже очень долго жил, но уже меньше, так сказать, может быть, четвертая культура. И кто же он? Как-то мне году в 2005 или 2006 довелось играть в том месте, где Лист появился на свет, где он родился. В маленькой деревушке, которая называется Райдинг. Райдинг – это австрийское слово, но эта деревушка, она сейчас находится в Австрии и буквально несколько километров, может быть, десятков километров до границы с Венгрией. А Австрия и Венгрия – это была одна империя, и, наверное, тот, кто знает географию Европы, представляет себе, что столица Австрии – Вена и столица Венгрии – Будапешт. Находятся очень близко. На машине можно доехать, ну, максимум за два часа. Может быть, я что-то путаю или минимум за два часа. И между ними лежит вот эта граница. И вот если ехать от Вены в Будапешт, то тут вот уже на границе практически возникает этот райдинг. Построен прямо в деревне огромный концертный зал на тысячу мест. Это говорит о том, как любят музыку в Европе, в Австрии в частности. Вот. И моя замечательная коллега, великая скрипачка Патриция Копочинская, которую я обожаю, с которой я играю с 1997 года. Она из Кишинева переехала в Австрию, потом в Швейцарию. И она меня пригласила сыграть там не целый концерт, но, по-моему, полконцерта или что-то такое. Это был воскресный утренник. Концерты начинаются порой, особенно в воскресенье, в 10, в 11, в 11, по-моему, утра начинался концерт. И когда мы приехали туда на машине, мы приехали примерно за полтора часа до начала, мы увидели всю публику. Ну, вот зал на тысячу мест, ну, примерно человек 500 стояло на улице, пило кофе и очень оживленно разговаривало. Вот где еще в России можно, я не ругаю Россию, я ее очень люблю, но где еще можно увидеть, вот приехать в какую-нибудь сельскую местность и увидеть 500 человек, которые ждут концерта, который будет через полтора часа. Вот. Меня это, честно говоря, уже приятно поразило. Мы сыграли этот концерт, а потом ей надо было срочно уезжать. В частности, в этом концерте была исполнена удивительная совершенно авторская, листовская версия знаменитой второй рапсодии для скрипки цимбал и контрабаса. Цимбалы – это венгерский народный музыкальный инструмент, на котором прекрасно играет отец Патриции, Виктор Капочинский, который организовал молдавский ансамбль «Жог» еще в советское время. И вот есть такая обработка. Это тоже много говорит о многогранности листовского гения и о его венгерской сущности, его гения-таланта. Вот. И тут рядом, метрах в 50 от этого концертного зала, стоял маленький домик, дом-музей листа. Тот самый домик, в котором лист появился на свет 22 октября 1811 года. Патриция спешила, мы очень быстро посмотрели этот музей, но кое-что я запомнил. Я запомнил маленькую немую клавиатуру, на которую он возил с собой и разыгрывался на ней. Я запомнил несколько клавиш, ну, может быть, две или три октавы, взятые из того органа, на котором лист музицировал, посещая церковь католическую. Вот. Те клавиши, к которым прикасалась его рука. Вот. Я запомнил фотографию листа, которая поразила меня тем, что он был не очень высокого роста и тем, что у него были невероятно длинные руки. Его руки свисали, ну, как минимум, до колен, может быть, даже чуть ниже. А сама вот эта вот часть, кисть и пальцы, она была, ну, это известно уже, что она была невероятно огромная, и растяжка, которая у обычных пианистов, октава чуть больше, до-ре, до-ми, до-ре, до-ми, до-фа, это уже считается большая рука. Вот у меня считается большая рука. Вот я могу взять до-фа, до-соль я могу взять с большим трудом, если натянуть, вот уже с возрастом уже немножко, так сказать, трудно. Поэтому, в общем, можно сказать, что до-фа я беру. Вот. Лист брал, наверное, до-си или до-до. Ну, то есть это было что-то невероятное. Сейчас уже трудно сказать, но, в общем, у Рахманинова тоже была огромная рука, при том, что он тоже был не очень высокий. Вот что интересно. Как-то у нас в фотографии Рахманинова связывается с образом высокого худощавого человека. Не знаю, какой у него был рост, но я думаю, что не больше метра восьмидесяти. Что еще в этом музее? Мне запомнилось, у Листа был дедушка, у которого было, по-моему, около двадцати детей. Вот. То есть у него было много дядей и тетей. Не помню, с какой стороны. Но это не папа и не мама. Вот. А какие-то там были забавные фразы о том, что иногда какие-то женщины приходили к маме Листа и говорили, что Лист должен обеспечивать вот какого-то ребенка, который якобы, значит, вот от Листа вот появился. И мама Листа, значит, спрашивала фамилию, имя этой женщины. Вот. И писала сыну, дорогой сын, вот такая-то женщина говорит, что вот от тебя вот у нее сын. А Лист писал, что мама, ты не всем верь. Вот. Это точно не мой. Вот это точно. Там какие-то такие, ну, я не знаю, верить или не верить этим фразам. А Листе говорят, что он был невероятной доброты человек. И что он всем раздавал все свои гонорары. И, например, когда он приезжал в Москву, которая была невероятно богатым местом, тогда богатейшим местом в Европе, все приезжали в Москву зарабатывать деньги. И деньги по сравнению с Европой в Москве лились рекой, деньги проигрывались, деньги получались, раздавались взаймы, потом не возвращались и так далее. и эти деньги Лист, получив в Москве, тут же раздавал взаймы. К нему стояла очередь. Это свидетельство русских музыкантов, которые общались с ним в Москве. И они говорили, господин Лист, извините, но вот это точно не отдаст, это точно не отдаст. Вы же уедете, когда вы получите. Лист говорит, я знаю, я знаю, что они не отдастся. Мне просто очень приятно. Такой был человек. Он был вундеркинд, бесспорный, и в 11 лет он собрался поступать в Парижскую консерваторию, предварительно дав несколько домашних концертов и произведя в парижской музыкальной элите абсолютно, так сказать, невероятный фурор. Это даже было раньше, чем туда приехал Шопен. Но его не приняли в консерваторию парижскую. Какая-то была, в общем, интрига. Я сейчас не знаток биографии Листа. Ему пришлось поступить в Венскую консерваторию, к Сальери. Я вспоминаю огромный такой двухтомник, грандиозный русский двухтомник, книга о Листе, которую написал потрясающий Яков Исаакович Мельштейн, которого я помню в годы жизни 1910-1981. Я помню Якова Исааковича, он приезжал к нам домой, еще когда я был совсем маленьким, еще даже когда меня не было вообще. Я говорю, мама, что ты помнишь про Якова Исааковича? Он сидел и чистил ножом грушу. Говорит, мама. Это было настолько невероятно, что груша съедалась, была такая вкусная. Вот. И когда уже я вырос, он был профессор консерватории, он мне казался похожим на Листа. Мне казалось, что вот таким был Лист. Вот. и у него было такое мягкое, доброе, очень возвышенное духовное выражение лица у Якова Исааковича. Когда в 81-м году он умер, я был на каком-то там, в общем, втором или третьем, третьем, четвертом курсе, и незадолго до его смерти я увидел, как он идет от консерватории к дому, где он жил, композиторский дом. И он меня не видел, а я издалека наблюдал. Знаете, вот, я всю жизнь помню эту картину. Он смотрел вверх, и у него было такое чувство, как будто у него в душе какая-то возвышенная музыка листа. Вот, и это была какая-то музыкальная такая человеческая икона Яков Исааковича. И через какое-то время он, к сожалению, внезапно, вот, тоже где-то недалеко от дома упал и, в общем, скончался внезапно. И даже никого не было вокруг знакомых. И, в общем, такая немножко, немножко, а ужасная трагическая смерть. Его долго искали родные. Вот, он остался в моей жизни. Как-то раз случайно я пришел на его, у меня была знакомая в классе Ивана Николаевича Наумова. Я говорю, куда ты идешь? На классный вечер Мельштейна. Пойдем? Я говорю, пойдем. так, как-то вот так вот. Я не ходил на вечера других профессоров, но вот в этот раз пошел. И мы зашли в артистическую, она поздравляла своего друга. Я тоже зашел, хотя мне некого было поздравлять. Я увидел Якова Исааковича. Я сказал ему, здравствуйте, Яков Исаакович, поздравляю вас, ваши студенты прекрасно играли. Якова Исааковича а он так грустно задержал свою руку, сказал, спасибо. И так, какое-то движение сделал. понимаешь, была такая пауза, и он решил не говорить это. Это было для меня тоже очень большое воспоминание о том, что можно что-то не сказать, очень значительное. я говорил о нем, когда мы вспоминали его замечательную книгу «Хорошо тем и имперированный клавир Баха», до сих пор являющуюся настольной. И у меня дома где-то есть книга с дарственной надписью Татьяны Ивановны Соколовой, моей тети. Дорогой Татьяне Ивановне или уважаемой Татьяне Ивановне, может быть, даже глубоко уважаемой, без которой эта книга не увидела бы свет. Вот видите, я не знаю, что там происходило, но, в общем-то, очень часто было трудно издать даже такую, казалось бы, так сказать, ну, безупречную тему. Вот. И книга о листе двухтомная. Я почему-то ее как-то немножко затерял. Наверняка там тоже была дарственная надпись. В любом случае, это была одна из главных великих, книг советского отечественного музыковедения 60-х, 70-х годов. По-моему, даже Татьяна Ивановна ее редактировала, я сейчас не помню. И в этой книге, я думаю, самые полные сведения о биографии Листа, о том, что уже находясь в Вене, он сочинял музыку, он издавался. Там был такой издатель Диабелли, и вот как раз он попросил всех композиторов, которые у него издавались, написать по одной вариации на эту тему вальса Диабелли и так далее. Там был Бетховен, который написал одно, а потом вылилось 33. Там был Шуберт, там был Сальери, учитель Листа, и там был маленький Вандеркент Лист, который тоже уже что-то издавал, наверное. Одним словом, вот некоторые пианисты играют вариации Петховена 33, а потом играют сборник вот этих вариаций, которые по одной написали эти композиторы, некоторые из которых очень известны. Шуберт, например. Из ранних сочинений Листа можно упомянуть первую версию его трансцендентных этюдов. Все пианисты знают 12 трансцендентных этюдов, о которых тоже можно было бы прочесть не одну лекцию, потому что каждый из них это некий такой Эверест, 12 Эверестов. Вот, и, например, Блуждающие Огни или Мазепа, это такие, ну, как бы нарицательные обозначения самого трудного, что есть в фортепианной музыке. Вот, я играл Метель из этих 12 этюдов, последний 12 этюд. Сейчас уже просто наигрываю по памяти, играл последний 12 этюд, я помню, как вдруг я понял, что это одноголосная фуга, что он написан, что проведение этой темы похоже на фугу, с ответом, а вместо противосложения пауза. Вот, мы еще потом поговорим о значении паузы и о значении одного звука в творчестве Листа, но есть смешная история про эту метель. Рихтер известен тем, что он не играл то, что ему не нравилось, даже если это было как бы вот в цикле, он играл, например, 16 из 24 прелюдий Шопена, 16 из или 12 из прелюдий Фук Шостаковича, играл только первые и третьи концерты Бетховена, хотя все были для него созданы. Играл первый и второй, по-моему, концерты Рахманинова, а третий принципиально не играл. По каким-то причинам Рапсодию на Тёме Паганини не играл, потому что ему не нравились последние два аккорда. Доминанта тоника. Ну, как Сергей Васильевич мог так все испортить? И непонятно было в шутку или всерьез. Лазарь Берман, который блистательно играл и много раз записал эти 12 этюдов трансцендентных, это был его, так сказать, фирменный репертуар, рассказывал, как он пришел поиграть Рихтеру, который был на 15 лет старше, и когда Рихтер послушал и похвалил, Берман спросил его, а почему вы играете не все эти этюды? Рихтер играл, по-моему, только четыре. И самые трудные, блуждающие огни, там что-то еще. Рихтер сказал, они мне не все нравятся. Ну, как? Например, почему вы не играете метель? Это же так прекрасно. И напел Берман или наиграл. И все говорят, знаете, это потрясающе, это прекрасно, но вот дальше это мне уже не нравится. Это и это как-то немножко выглядит смешно, но я могу это понять. Оказывается, эти этюды существуют в трех редакциях. Лист сначала написал очень простую версию, ну, вот, 15-16 лет, они существуют в такой, они и изданы тоже в первой редакции. вторая версия, когда он уже понял, что он невероятно виртуозный пианист и гораздо лучше играет чисто технически, его технические возможности далеко превосходят самый верхний уровень всех виртуозов пианистов того времени. Он написал такую сложную вторую версию, которую, видимо, сам вот максимально мог сыграть. Ему хотелось посмотреть предел. Он понял, что никто ее не сыграет, она в общем никому не нужна, кроме него. И он уже потом начинал понимать, что цель искусства не в этой виртуозности. Он написал вот эту последнюю, третью версию, которая является серединой, царским путем, которую до сих пор играют пианисты, которая очень трудная, но которая до сих пор является достижимой по техническим критериям, и она действительно на каком-то уже точно рассчитанном виртуозном, но не беспредельно виртуозном уровне фортепианной техники находится. Три редакции этих этюдов существуют. Фортепианная карьера Листа была беспредельно прекрасной, он ездил в Россию несколько раз, потому что нужно было поехать в Россию, чтобы, так сказать, доказать, что ты великий музыкант. Россия была на переднем крае культуры, и музыканты там оценивали. Первый визит Листа в Россию окончился быстро. Он давал свой первый концерт в присутствии Николая Первого царя. Это все было похоже на домашние концерты. Была огромная такая комната, но я не знаю сколько квадратных метров. Где-то сидел царь, где-то сидели какие-то его придворные, музыканты, и Лист играл, и в какой-то момент царь негромким голосом стал отдавать приказание о чем-то разговаривать со своим секретарем Николаем Первым. Лист, конечно же, услышал этот разговор, ему мешал этот разговор, не важно, что это был царь, он остановился, а Николай Первый повернул голову к Листу и покровительством голоса сказал, продолжайте, продолжайте. На что Лист ответил, ваше величество, когда император говорит, музы должны молчать. и это в очень деликатной форме в общем был упрек. И тут же значит царь ничего не ответил ему, но он передал этому же секретарю, что через 24 часа этот человек должен покинуть Россию. предписание ему было выдано бумажкой, значит, и он уехал. Но через какое-то время, через несколько лет он приехал, и все продолжалось, конечно же, было просто, так сказать, указано место гения, музыканта-гения, было указано, указано, вот, чего стоит, кто чего стоит в российской политике того времени. Но это не повлияло ни на его славу, ни на его популярность, ни на дружбу его с русскими музыкантами, которые все его боготворили. Русский писатель Вильгельм фон Ленц с немецким именем, у него замечательные романы, вот, он не так известен, как Толстой и Достоевский, но он много написал по-русски прекрасные литературы, вот, также он прекрасно владел французским и был прекрасным музыкантом, он описывает то, как он был в Париже и он хотел познакомиться с Шопеном, и ему говорили, что Шопен скрывается от людей, он действительно был не такой публичный человек по характеру, как Лист, а с Листом он познакомился мгновенно, и кто-то ему сказал, что попробуйте попросить Листа, чтобы он нашел вам тропинку к Шопену, я подошел к Листу, просил его, и Лист тут же, они все были одного примерно возраста, и Лист тут же достал свою визитную карточку и написал на ней, дорогой Шопен, прими этого человека так, как ты бы принял меня, фон Ленц взял эту визитную карточку, пришел к Шопену и позвонил в дверь, на звонке было написано Шопена нет в Париже, вышел слуга, сказал, что Шопена нет в Париже, тогда Ленц дал слуге эту визитную карточку, и через пять минут появился Шопен, которого не было в Париже, и сказал, улыбаясь, а, ну да, Лист вам все рассказал про меня, заходите, то есть доверие Шопена к Листу и было беспредельным, и они, и фон Ленц пишет, что они очень подружились мгновенно, и уже через два-три дня, правда, когда фон Ленца не было дома, Шопен пришел в Шоршсанд к нему домой, и оставил записку, мы были, но вас не застали, так это было в то время, даже телефона не было, вот, по WhatsApp не мог написать фон Ленца Шопен, мы придем с Шоршанд, вот, почитайте эти воспоминания, они по-русски, они прекрасно написаны литературным языком, вот, есть совершенно удивительная книга, которую я рекомендую всем, кто любит творчество Листа, всем, кого интересует личность Листа, книга состоит из воспоминаний о Листе двух великих русских музыкантов, Александра Зелоти и Александра Бородина, Бородина меньше, поэтому в конце она по размеру, а книга Зелоти довольно большая, я мог бы сейчас ее здесь пересказывать, вот, у меня большое искушение начать, просто пересказывать вам эту книгу, как Зелоти учился у Николая Рубинштейна, как Николай Рубинштейн заболел, в 81-м году он умер, когда он уже был при смерти, Зелоти заканчивал консерваторию, председателем государственной комиссии был Иван Сергеевич Тургенев, так немножко тоже, представляете, сейчас у нас был председателем государственной комиссии в консерватории Пелевин или Сорокин, вот, а тогда был Тургенев, ну, может быть, Солженицын бы не отказался, вот, но, ладно, не будем, не будем сейчас шутить, вот, ходить бывает склизко по камушкам иным, и так, о чем, о том, что близко мы лучше умолчим, как сказал Алексей Константинович Толстой, который не был председателем государственной комиссии, Зелоти пишет о том, как он играл Антону Григорию Чурбинштейну, как он был раздавлен его гением, его личностью, и как он уже, почитайте, и как он отправился учиться у Листа, причем, это была стипендия от консерватории, ему даже было выдано несколько сот рублей, если он вдруг захочет поиграть в карты, и вдруг, не дай бог, проиграется, вот это такой, как бы, вот запас, чтобы вот он мог отсюда взять, но, потому что, ну, невозможно было, чтобы человек не поехал на границу и не решил там поиграть в карты, в России и так было все устроено, вот, но Зелоте пишет, что у меня даже мысли не было, я очень экономно расходовал, но, правда, когда вот потребовали от меня отчеты о каждой копейке, то это мне тоже было неприятно, вот, сколько там булочек и так далее, главное, что очаровательная личность Листа, Лист пленял всех, вот уже в этом возрасте, ему было за 70, пленял всех своим обаянием, юмором, добротой и раз в неделю в течение трех часов у него был урок. Ученицы, ученики сидели в большой комнате на стульях по краям этой комнаты, в середине стоял рояль, каждый из учеников клал свои ноты, то, что он хочет сыграть, то, что он подготовил сегодня на урок, человек был около 20, вот, и все ждали метро, Лист приходил, и он не знал, кто из его учеников что подготовил, он просто брал вот эти вот ноты и смотрел, что ему хочется сегодня послушать из музыки, из музыки, вот, они играли и Листа, единственная вещь, которую нельзя было приносить, была лунная соната Бетховена, все знали, что Лист ее играет так, как никто сыграть не может никогда, и другой пианист не может ее принести Листу, вот, и, по-моему, Зелоти как раз этого не знал, и он положил туда лунную сонату, потому что лунную сонату он слышал у Антона Рубинштейна, и он пишет, что Антон Рубинштейн играл так гениально, что я просто не мог себе представить, что эта музыка может так звучать. Это был первый урок у Листа, Зелоти положил эти ноты, и вдруг Лист увидел эту а кто это положил? И все так немножко испугались лунную сонату, а Зелоти говорит, это я. Лист улыбнулся, не стал ругать. Да, я когда-то играл неплохо эту вещь, и он сел за рояль сам, и все немножко так это задрожали. И когда он прикоснулся к клавиатуре, пишет Зелоти, игра величайшего гения Антона Григориевича Рубинштейна мгновенно померкла. Вообще эти воспоминания надо читать. Что там было в первой части, Зелоти говорит, я передать не могу. И он сыграл первую часть, а потом сказал, ну, по-моему, вторую тоже, ну, а дальше все в прошлом. Потом они подружились, и Зелоти был молодой, хорошенький, там, девушки, ученицы стали с ним кокетничать, они и с Листом тоже кокетничали, и они говорили, господин Лист, господин Лист, посмотрите, посмотрите, вот видите, вот бородавки у вашего нового ученика, Зелоти, на лице, вот, обратите внимание, у него бородавки точно в тех же местах, что у вас, господин Лист. Господин Лист, вы не находите это странным? Лист отвечал, Зелотиссимус, это он уже придумал прозвище такое, дорогой мой Зелотиссимус, я заверяю вас, что я не имел счастья быть знакомым с вашей матушкой, и все покатывались от хохот, вот, так я никогда в своей жизни не смеялся, Лист Зелоти пишет, и вот в таких, какая-то такая была невероятная атмосфера на этих уроках, кто-то что-то играл, он там рассказывает, кто что говорил, но они моментально подружились, Зелоти организовал авторский вечер, как весь авторский вечер из моей музыки, перестаньте, Зелотиссимус, я же совсем бездарный композитор, что такое, все будут слушать мою музыку весь вечер, но Зелоти настоял на этом, в общем, там все подробно очень рассказывает, рекомендую вам, и воспоминания Бородина, как они вишни там ели, в общем, Бородин тоже был, так сказать, талантливый человек, не без чувства юмора, Бородин говорил так, у меня столько лекций по химии, столько лекций, что мне совершенно некогда сочинять музыку, я могу сочинять музыку только тогда, когда я заболеваю, но заболеть я должен настолько сильно, чтобы не иметь возможности пойти в университет, но и настолько все-таки, чтобы еще иметь возможность встать с кровати и чем-то заниматься, сидя за роялем, и поэтому все мои знакомые музыканты, Римские Корсаков и другие, которые, когда меня видят, говорят, не будь здоров, а желаю тебе заболеть поскорее, чтобы ты хоть наконец что-нибудь сочинял, вот, и когда они спрашивают, переложил ли ты князя Игоря с фортепиано на оркестр, я говорю, переложил, когда они приходят, чтобы послушать, я говорю, вот я переложил со стола на рояль, вот, эту партитуру, и так далее, в общем, Бородин был тоже очень такой большой юморист, и он очень любил Листа, но Зелоти просто больше с ним общался, вот, это по поводу того, каким Лист был человеком, первым сказал эту очевидную мысль Мендельсон, что те композиторы, которые хорошие люди в жизни, они и в музыке неплохие, какая у композитора душа, такая у него и музыка, вот, что-то вот такое вот в этом духе, ну, опять же, Лист в моей жизни, сначала мне сказал Лев Николаевич Наумов, ну, понимаешь, это все-таки второй эшелон, я очень удивился, почему, как это Лист, Лист был во всех музыкальных школах он висел, после Баха, Бетховена и Моцарта, Шумана и Шопена, Бах, Моцарт, Бах, Гайден, Моцарт, Бетховен, Шуберт, Шуман, Шопен, Лист, пожалуйста, вот, первые десятки, да, вот, и я играл посвящение Листа, мне давал Листа довольно много играть Николай Павлович Танишевский, он тоже был похож на Листа, как Эмильштейн, он тоже был такой статный, мы обязательно прочтем несколько лекций о Николае Павловиче, это невозможно, чтобы я, так сказать, это будет в другой серии о музыке, о времени, вот, и он мне давал консолясьон, утешение, шесть утешений было у Листа, некоторые я играл, и они мне очень нравились, потому что, опять же, обаяние передавалось от Листа к Николаю Павловичу, обаяние музыки, и он влюблял в музыку, которую он давал через себя, я думаю, это же действовало там и в уроках, который давал Лист, этот же принцип, вот, и потом я играл, поступал в училище с посвящением Шумана Листа, вот, и в конце там последний отыгрыш, я только потом понял, что это Ава Мария, Шуман, который написал этот романс, он подразумевал, что это посвящение Богородице, потому что это цитата Ава Мария, цитата из песни Шуберта Ава Мария, песню Шуберта процитировал Шуман, Лист, конечно же, заметил это, эту цитату, а цитата в то время такая не очень частая вещь, правда, об этом мы с Львом Николаевичем не говорили, вот, и как-то потом, вот, в училище Листа я не играл, а в консерватории Лев Николаевич предложил мне сыграть в конкурсе Бартака Листа, в 1981 году в Венгрии, ну и во всем мире отмечали столетие со дня рождения Бартака, ну там было еще и 170 лет со дня рождения Листа, не такой юбилей, вот, ну и в общем мне захотелось поиграть в этом конкурсе, хотя я в конкурсах не участвовал, не любил участвовать в конкурсах, потому что я не хотел кому-то переходить дорогу, тем, кто больше хочет участвовать в конкурсах, я делал это только потому, что мне кто-то сказал, что чем у твоего педагога будет больше лауреатов, тем у него будет больше вес в консерватории, я считал, что я делаю это для педагога, но тут тоже мне как-то не очень хотелось, ну не мог я, в общем, я понимал, что Льву Николаевичу это тоже не надо, просто понимал, видел по его глазам, он меня пытался привлечь к участию в конкурсе, а я пытался показать ему, что мне очень хочется и таким образом эта затея была обречена на провал, вот, было, по-моему, три таких попытки, Баховский конкурс в 78-м, потом вот это второй конкурс и еще там на Токио я пытался сыграть, вот, но тут я много играл музыки Листа и Бартока и вот этюд метель на первом туре подготовил, погребальное шествие на втором, да, метель и вечерние гармонии, погребальное на втором и сонату Листа на третьем, ну и, конечно же, я лучше всего выучил то, что мне больше всего нравилось, соната Листа и второй концерт Бартока, то, что надо было играть на третьем туре, но до него еще надо было дойти, более или менее неплохо я играл сонату Бартока и погребальное шествие на втором туре, а то, что надо было выдуприть совсем уже на зубок на первом туре, два этюда Листа и ну, Бартока на первом туре я неплохо играл, Элегии, две Элегии опус 8-б, вот, но этюда я явно не доучил, вот, и, в общем, благополучно, так сказать, слетел, потому что главное было, как ты играешь этюды, вот, причем метель была хорошо, а вот вечерней гармонии медленной, он, так сказать, вот у меня там как-то не до, не дозрел, потому что мне музыка не нравилась, не так уж нравилось, чтобы я доучил это, вот, хотя там особенно нечего было учить, но я познакомился с Листом, пообщался с его музыкой, и как бы, что самое главное, Ирина Ивановна Наумова, которая все это внимательно очень посередила, Ванечка, оказывается, ты можешь играть сонату Листа, вот, и это был комплимент для меня. Давайте в следующей лекции поговорим о сонате Листа. Дорогие друзья, благодарю вас за то, что вы послушали первую лекцию о Листе, спасибо, всего доброго и до свидания. Аминь.